Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Меня зовут Роман Шахов. Концертный зал. Четверг, 6 вечера. Невзирая на какая погода за окном, мы здесь, в эфире телерадиоканала Страна ФМ, делаем настоящую весеннюю погоду. Смотрите, кто у нас в студии. Антон Лаврентьев! И команда, которая называется также Антон Лаврентьев. Правильно! Да, все-таки есть второе название. Ну-ка. Антон, очень приятно тебя видеть здесь у нас. И расскажи, пожалуйста, кто эти музыкальные чудо-богатыри, которые пришли вместе с тобой? Это, можно сказать, моя музыкальная семья. Я начну справа налево, как на фотографии. Клавиши — это Аркадий Билютин. Сзади меня стоит Юрий Новгородский. И чуть дальше Дмитрий Герушин. Ребята, можно чуть-чуть на инструментах, потому что нас не только смотрят. Не только, да. Итак, Аркадий Билютин — клавиши. Аркадий, да. Юрий Новгородский, «Утара». Алексей Тишин, «Бас». Бум-бум-бум-бум. И Дмитрий Герушин, «Утарный». Спасибо, ребят. Не так давно у тебя вышел альбом. Называется «Пластинка. Твои путешествия». Майкин — это мое кино. Пластинка уже занимает какие-то нереальные позиции в iTunes. Да, все случилось для нас неожиданно, но очень приятно. В день выхода альбома он сразу занял третью, точнее, вошел в тройку самых продаваемых и популярных альбомов на iTunes по России. И также на всех остальных цифровых площадках произошло такое же чудо. Еще до выхода альбома одна из песен, которую мы сегодня обязательно исполним, ворвалась в топ-чарт. И, собственно, так это все и продолжается. Люди слушают, песни нравятся. И это очень-очень приятно. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы сегодня послушаем какие песни? Новые песни, уже известные. Расскажи с альбома. Есть, безусловно, прозвучат песни с пластинки. И две песни, они у нас обоими в концертной программе, которую мы делаем сейчас. Потому что, опять-таки, совсем-совсем новые песни, они будут презентованы осенью. Пока что мы отыгрываем пластинку «Мои путешествия» и программу, собственно, связанную с ней. Но эти песни слушали только люди, которые бывали у нас на концертах. Так что для всех остальных это будет премьера. О концертах всегда можно узнавать у тебя в социальных сетях. Да, да, конечно. Все, что можно у меня в соцсетях, включая, собственно, любимое животное Аркадия и... А что за любимое животное в Аркадии? Я. А, вот так. Аркадий, почему такое отношение к руководителю музыкального коллектива? Шутка за коллективом. Только что прозвучало. Хорошо, ребят, от разговоров переходим к песням. И первое музыкальное произведение... Это песня «Запутались в ленте». Которую мы знаем и любим по эфиру страны. Не вини меня, милая, не вини меня, милая. Не считай обороты открыток, это будет потом. Не считай свои мысли в моей груди, самом остром на свете ножом. Бьет по нервам июнь, тянет форточку ты. Мы запутались в ленте, милая, мы запутались в ленте. Мы запутались в ленте, нас опять поймала зима. Одинокие дети, ты моя и ты не моя. Каскадами улиц, забирая себя у себя. Мы запутались в ленте, милая, мы запутались в ленте. Обесточено сердце, монохромный прибор. Ты меняешь улыбки, ты играешь сама с собой. Сложены в несколько разных частей, словно кисти рук изо льда. Ты меняешься, ты меняешь меня, это правда. О, я. О, я. О, 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 о. Казадами в мулец, собирая себя у себя Мы запутались в лете, милая, мы запутались в лете Мы запутались в лете, нас опять поймала зима Одинокие дети, ты моя и ты не моя Казадами в мулец, собирая себя у себя Мы запутались в лете, милая, мы запутались в лете Мы запутались в лете, нас опять поймала зима Одинокие дети, ты моя и ты не моя Казадами в мулец, собирая себя у себя Мы запутались в лете, милая, мы запутались в лете КОНЕЦ Браво! Дорогие друзья, если вам показалось, что сейчас в эфире страны ФМ идет абсолютно живой звук, смею заверить, вам это не показалось. Сегодня в концертном зале Антон Лаврентьев и его музыкальная команда. Антош, спасибо за песню. Насколько я понимаю, песня написана о том городе, в котором летом запутаться сложнее всего, Москва. Если честно, то немного не так. Песня была записана в два приема, в два присеста. Вначале куплеты были написаны в Москве, еще до того, как я полетел участвовать в Орле и Решке. А вот припев был написан в Тайбэе. Интернациональная, международная песня. Русско-тайбэйская, они же китайцы, мне не люблю, что их называли, поэтому русско-тайбэйская история. Ну, о твоих путешествиях мы еще поговорим. Хотелось бы вот тебя о чем спросить. Ты из Москвы, из московской семьи. Откуда ты, чьих ты будешь? Расскажи, кто твои родители? Какая семья у тебя музыкальная? Так получилось, что и папа, и мама мои музыкальные. Но к музыке имели любительское отношение. Отец играл на барабанах, а мама играла на фортепиано и пела. Но это было, в отличие от мамы, которая это делала просто для себя, папа, по-моему, играл у Александра Градского. На минуточку. На заре, собственно, Александра Градского, когда все это начиналось. Потом, честно говоря, я не знаю, потому что я папу уже не видел где-то 17, где-то, что с ним неизвестно. А мой отчим, которого, собственно, я называю своим отцом, он спортсмен. И, наверное, этим и привил мне любовь к спорту. Вот, что касается... Как я называю? Что касается спорта. Вот я рассказал про музыку. А что же касается... Ну, музыка, да, когда. Да, как бы, собственно, музыка нас связала. Моими музыкальными отцами вот эти люди стоят здесь. Потому что вот с Юрой Новгородским мы знакомы. Да я бы помню, 14-й год уже идет. 14-й год. И вот все, что я умею делать на гитаре, я умею благодаря этому человеку. Ну, потому что ты в школе не доучился в музыкальной. Не учился. Я бросил ее в четвертом классе, о чем очень сильно жалею. Родители не настояли, да? И я бы не знал, что Аркадий, когда играет на фортепиано. Вот, смотрю на него и думаю, черт, ну бери, как же он так хорошо делает. Слушай, ну родители не настояли, да, получается? Они всегда уважали мое мнение. То есть, что бы я ни делал, они говорят, значит так. И я ему за это очень благодарен, потому что вот, что выросло, то вы. Кто больше занимался твоим воспитанием? Бабушка. Ну, естественно, и мама, и папа, но вот водила по всем кружкам, все вот это вот. Немножко о ней расскажи, потому что ты выкладывал фотографии в социальных сетях бабушки, очень красиво она у тебя выглядит. Расскажи немножко о ней. Валентина Александровна, собственно, моя бабушка, она учитель математики и, собственно, геометрии, по-моему, в начальных младших классах. Сейчас могу косячить, могу не договорить. Долго работала в вычислительном центре на Серафимовиче, когда, собственно, была молода. А потом, когда вышла на пенсию, занималась мной, ну и впоследствии моей двоюродной сестрой Дашей. Ей сейчас 83 год. Она слушает твою песню, что говорили. Любит? Говорил им, я надеюсь, что слушает. Специально для нее сейчас следующая песня. Неожиданный поворот, по-моему, она никогда не была в этом городе. Это песня «Париж». Ну а почему, слушай? Ну а теперь будет «Бабуля для тебя». Бабуля, да. Париж. Париж, бабуля для тебя. Париж отдает день, билет до Москвы поздно. И слишком уж тут сладкий воздух сегодня на край света, а завтра я на меликий. Как трудно сказать, это летит. Пусть за эти чудеса бьется кто-нибудь другой, я ставлю для себя пару строчек над мозгой. Больше нечего ловить. Больше нечего ловить и не спать ночами. Мы так мечтали жить, так скучали жить. Мир многоэтажный, как в фильмах кусочки просто. Я меряю шагами квартиры пустой у острова. Пусть за эти чудеса бьется кто-нибудь другой, я ставлю для себя пару строчек над мозгой. Больше нечего ловить и не спать ночами. Мы так мечтали жить, так скучали. Менялись местами. Летели на город. Сплетались над шамей. Пусть за эти чудеса бьется кто-нибудь другой, я ставлю для себя пару строчек над мозгой. Больше нечего ловить и не спать ночами. Мы так мечтали жить, так скучали жить. Концертный зал Дорогие друзья, продолжается программа «Концертный зал». Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» Антон Лаврентьев. Мы введем трансляцию не только у нас, но еще и в инстаграме Антона. Да, приветствуем тех, кто смотрит. Я обещал, я сделал. Мы смотрели тебя не только в клипах, но до этого видели в замечательной передаче, где ты путешествовал, показывал, где лучше всего шопиться «Орел и решка шопинг». После этого скажи, пожалуйста, для тебя какая страна приобрела какое-то, может быть, такое особое значение в жизни? Чему ты научила, может быть, чего-то в тебе самого открыла? Научила очень быстро шопиться эта программа у меня. До этого, кстати, ты, по-моему, тоже любил. Очень не любил, и, честно говоря, после этой программы продолжаю это очень не любить. А есть такое, ты приходишь в магазин, и все продавщицы говорят, «Ой, Антон, у нас...» Вот тебе обязанность. Ты знаешь, слава богу, нет. Нет такого, да? Слава богу, нет. А даже если еда, то люди очень вежливые, то есть крайне редко бывает, когда начинают напевать, что «Давай с тобой, братан, сейчас». Нет. Все хорошо. Итак, про страну расскажи. Наверное, ну вот самая крутая страна в плане музыки, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. Никого не хочу обидеть или сказать, потому что есть много, много моментов и много стран, куда можно поехать, но там просто индустрия музыкальная на уровне таком, что ты можешь приехать, и из каждого утюга будет звучать классно. Очень крутая музыкальная культура на острове Ибице, но там танцевальная культура, и там ты можешь зайти в какой-нибудь маленький занюханный магазинчик, а там будут играть такие миксы, которых ты не услышишь вообще даже у нас или там в Париже, или где бы то ни было. А в плане красивой страны, наверное, Япония, Италия. Мы поклонники с ребятами Италии и итальянского вина. Скажи, пожалуйста, была информация в твоих интервью, что Япония тебе очень понравилась, в том числе и культурой? Да. Ну, естественно, что японская культура – это настолько закрытый за семью печатями, спрятанный в коконе, спрятанный от всех внешних раздражителей и жителей других стран, и от самих же себя. Но в то же время это утонченность, наверное, такая недосягаемость и недоступность ночью привлекает. Насколько они любят шопиться, японцы? На самом деле, мне кажется, больше, чем китайцы. Просто они очень воспитанные, поэтому они тихонечко, они ночью, мне кажется, приходят в магазин и сметают всю эту… А так придут, там, мне очень нравится эта сумка, а потом грузовик ночью приедет, там, пол магазина вынесут. Они просто… у них система, так сказать, удержа и запретов, она настолько сильно развита. Традиции там сильны еще? Конечно, естественно. Ну, к примеру, в японском языке есть лингвистические слова «нет», но они его не используют. Они не могут другому человеку отказать именно в такой форме и сказать «нет, мы не можем это сделать». Они будут говорить… Максимальная форма, они могут сказать, для нас это представляется затруднительным. Но зато они сделают максимально труднодостижимым для человека, который что-то хочет достигнуть, а ему этого не хотят давать. Да, к примеру… Полоса препятствий такая. Такая полоса, что проще отказаться, чем эту полосу пытаться преодолеть. Скажи, ну, а какая страна тебя шокировала так, что ты бы никому не рекомендовал там появляться? Ну, совсем. Я вот, честно, недавно совершенно встретил человека, который мне в спине доказывал, что Камбоджа – это прямо рай на земле. Когда я был в Камбодже, мне хотелось пристрелить себя и застрелить весь Пномпень, потому что довести страну до такого кошмара невозможно. Жара, антисанитария, дизентерия, кругом все пахнет. Вот, если ночью убирается мусор из центральной площади столицы… С центральной площади. В 11 часов утра она, прости господи, вся прямо вот в мусоре опять. То есть ты смотришь и думаешь, как ты это, что же ты делаешь, человек? Скажи, в какой стране за деньги вас опустили все-таки в шахту и сначала не хотели? Это было в Танзании. В Танзании нас спустили в шахту, при этом нас вначале еще было не пристрелили, потому что мы приехали в долину Килиманджара, в место, где разрабатывались танзаниты. Это чтобы вам, дорогие зрители, и вам, Алексей, было понятнее. Ах, да. Хорошо, тогда с вами, дорогие зрители. Значит, в этот камень абсолютно фантастической внутренней светимости, синего цвета, впервые появился фильм «Титаник». Героиня Килиманджара. Да, 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 именно там. Все думали, что это был сапфир, алмаз. На самом деле это как раз-таки танзанит, камень, который добывается и разрабатывается только в Танзании. Еще там немножко в Намибии, но в Танзании. В общем, мы приехали его добывать, пытались найти как-то что-то, как-то с ним. Хотели увидеть его в природе. Мы хотели его добыть. А нам долго говорили, что нет, у нас сломалась вагонетка, нам нельзя, у вас нет разрешения. Мы сказали, а мы позвоним владельцу, и здесь большой черный масса достал из-за пазухи глоб, перезарядился, а мы тебя пристрелим. Мы такие, секундочку, за минивенчик присели, подумали, заплатили денег и нас пустили внутрь. Зато потом мы прям были друзья всех шахтеров. Пели Лепсов вдвоем. Ну, как вдвоем. Всем за боем пели Лепсов. Хорошо. Мы сейчас будем петь очередную песню из репертуара Антона Лаврентьева. Программа «Концертный зал» Будапешт. Где бы вы ни находились, в интернете нас можно услышать и увидеть везде. Поехали. 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 Были с тобой заодно, просто не повезло Как мне пытались понять, солнце не соврать Город смотрел и был, дождь сам давно простыл, да я сам Да я сам все сделался, все сказался за тебя И ориентиры от ней нам не видимы Вот мы друг друга с тобой не увидели Как разбивались сердца и как смотрели глаза в разные стороны В разные стороны Субтитры сделал DimaTorzok Соленая кожа Утром Москвы мы так не похожи, целуешь мне спину Мы шепчем друг другу одно и то же Эти минуты не измерить никак глубиной объектива Ты так красива До сейчас километры от меня на землю Субтитры сделал DimaTorzok Мы друг без друга не можем Мы ходим кругами Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, продолжается программа «Концертный зал» Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ» Сегодня у нас в гостях Антон Лаврентьев И уверен, вы с удовольствием, восхищением посмотрели сейчас Замечательный клип Антона Новый клип, правильно? Самый новейший у тебя «Монами» Или «Мой друг» Расскажи Это не «Мой друг» Были вопросы, когда мы запременели клип Это, ну вот как бывает там Зая, киса, лапа Да, вот как милые друг к другу обращаются Вот так же и «Моя Монами» Это из далекого-далекого прошлого Когда писалась эта песня Я вот так называл одну барышню Но к ней, собственно, не имеет отношения Эта песня была написана вот по просьбе моей подруги Сюжет связан с какой из подруг из барышни? Сюжет связан исключительно с фантазией и задумкой режиссера клипа Сергея Шановича Которому я очень благодарен Потому что опыт фантастический Благодаря этому клипу я начал всерьез заниматься спортом Почему? Потому что, ну опять-таки, надо чтобы там Тебе режиссер сказал Слушай, Антош, надо Дело было по-другому Режиссер захотел снять видео на эту песню Я приехал к нему обсуждать референсы Что мы будем, как будем снимать Он показал мне референс Который, собственно, лег в основу этого видео Ты говорил, что какая бы хотелось бы идея тебе как автору? Нет, я был абсолютно открыт Потому что я в этом плане доверяюсь режиссеру Вначале выбираю, с кем работать И если я выбираю, то какой-то творец должен творить Тем более такой творец, как Сергей Шанович Это человек, который фонтанирует идеями И идеями такие Сразу 10 из 10 в яблочко И когда, собственно, он предложил мне эту идею Я сказал, что, слушай, ну ты понимаешь Что там должен быть прям накаченный, хороший, правильно сделанный красавец Он говорит, понимаю, у тебя есть 3 недели А я тогда был совершенно не в кондиции У меня была травма плеча, я давно не занимался И пришлось прям вообще круто поменять свою жизнь Вот я что-то начал и не могу остановиться Ну и расскажи, как круто получилось с девушкой, которая тебя плеткой там А с девушкой удивительно Актриса Анастасия Михайлова Как выяснилось впоследствии на съемочной площадке Мы не знали, то есть мы просто увидели девушку Она пришла на кастинг, она попробовалась Нам понравилось, как она играла Мы приняли ее, собственно, в команду И впоследствии выяснили, что это уже девушка из династии С плеяды актерской И, собственно, Алексей Яковлевич Михайлов был ее отец Александр Ох, Александр Яковлевич, да, прошу прощения И все И дальше случилась магия и волшебство Но удивительно, что Настя очень нежная и добрая девушка И мы с Сергеем учили ее, что нам нужно делать То есть она профессиональная актриса Да, да, конечно И пришла на кастинг Абсолютно вы не знали, что это вот Совершенно не знали, как оно все сложится И вот Клип замечательный Поздравляем тебя с клипом И хотелось бы послушать еще одну песню В исполнении всего коллектива Антона Лаврентьева Мы закончили лирические песни Сейчас будут боевики Собственно, песня называется «Кома» Ну, давайте Медработники подключились, прибавили громкость Давайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пыльные плавятся, прям и запах неона, и ритм этого города тебе точно понравится. Рассекаешь волнами, отдыхаешь от дома, мы так недавно знакомы, моя безумная Монами. За двумя океанами, в глубине расстояния, не удастся связать себя меридианами. Нам осталось прожить пару дней друг без друга и бежать без оглядки в направлении юга. Песок морекома, и я уже не дома, мама, нас уже плавит драгоценных металлов сплавы. Это чудо-багамы, это чудо-бермуды, меня ведут отовсюду, мама. Песок морекома, и я уже не дома, мама, нас уже плавит драгоценных металлов сплавы. Это чудо-багамы, это чудо-бермуды, меня ведут отовсюду, мама. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это чудо, бога, мы, это чудо, вернуты Меня ведут отовсюду, мама, ей Песок морякома, я уже не дома, мама Нас уже плавят драгоценных металлов сплавы Это чудо, бога, мы, это чудо, вернуты Меня ведут отовсюду, мама, ей Песок морякома, я уже не дома, мама Нас уже плавят драгоценных металлов сплавы Это чудо, бога, мы, это чудо, вернуты Меня ведут отовсюду, мама, ей Весок морякома, я уже не дома, мама Нас уже плавят драгоценных металлов Славы, это чудо богамы Это чудо бермуды Меня ведут отовсюду, мамы Весок морякома Весок морякома Дорогие друзья, если у вас есть хайр, уверен, вы сейчас им потрясали Антон Лаврентьев сотрясает в вечерний эфир телерадиоканала Страна ФМ Прекрасно, слушайте, ребят, рок-н-ролл жив Ой, да Блистательно Ну, вообще, сам ты считаешь, какой стиль исповедует команда? Популярная музыка Популярная, энергичная, гитарная? Ну, конечно, преимущественно гитарная, естественно Но не обижайся, Аркаша Аркаша не обижается Аркаша не обижается ни в коем случае У нее клавишная гитара У нее клавишная гитара, да? Тот самый Клавитара Клавитар Тот самый Ребят, от музыки хотелось бы перейти к твоей киношной деятельности Да Что в этом году мы увидим, что уже сделано и над чем сейчас работаешь? В этом году про те проекты, которые еще недосняты, говорить не буду, не хочу бы сглазить То, что уже готово То, что готово, буквально, вот, мне кажется, в ближайшей неделе на, в эфире нашего центрального канала на первой кнопке выйдет сериал «Сальса» С Аленой Бабенко, Игорем Пашнянским, Павлом де Лонгом в главных ролях Ну и, собственно, со мной я играю там роль второго плана, гаденького такого телепродюсера, который все в дом, все в семью Да, да, да Скажи, а вот вообще так, телепродюсеры, по жизни ты же встречался, насколько собирательный образ? Это люди железной силы воли, изворотливости неземной, это хороший плюс, им могу сказать Я, да, это был собирательный образ, я постарался его сделать максимально, максимально интересным Ну, конечно же, нет, конечно, мне, честно говоря, мне попадались только на моем пути пока что светлые, добрые люди, которые зла никому не желают, а делают дело Таких сам притягиваешь, как считаешь? Я надеюсь, я очень на это надеюсь «Сальса» скоро уже появится в эфире, ну и что-то еще есть? А что-то там еще будет, я уже не помню, честно говоря Где мы можем узнать, скажи? Тоже у меня в социальных сетях, на моих ресурсах обязательно будет А, да, «Беглецы» осенью выходят Он же снимался уже года три назад, по-моему, да? Да, там стало производство, стал монтаж у них, но он потом возобновился И, собственно, в этой осенью готовят премьеру И, собственно, одна из песен, наша, которую мы написали, войдет туда в саундтрек А я там блеснул вместе с Костей Крюковым Отлично И Равшиной Курковой Прекрасная, прекрасная компания Несколько слов Как ты вообще писать-то начал? Когда это случилось? Это случилось на первом курсе института Мы тогда ни с кем из ребят не были знакомы Причем ты учился на журналиста Да, я учился на журналиста Мы познакомились с моим товарищем и другом Андреем Доновым И, собственно, и другом Юры тоже И начали писать Честно говоря, мне просто прелестило то, что я познакомился с Андреем Он был в джинсовой куртке Он играл на гитаре Я тоже был в джинсовой куртке Я притащил свою гитару Мы сели, обменялись, собственно, опытом И все, после этого мы начали писать песни Но ты уже тогда клубной культурой занимался? Клубной культуры нет Это случилось много позже Это случилось в 2008-2007 году Я начал приобщаться к клубной культуре А тогда нет, что был Божий Адуван Ничего, влюбленность или что случилось? Как ты написал песни? Я просто понял, что я хочу попробовать написать песни Потому что я писал до этого момента прозу Я всем открещивался И всеми возможными способами От того, что я могу писать стихи, песни и прочее Когда начал, собственно, писать Экспериментировать на гитаре Первые песни можно было сразу сжечь, конечно Что я и сделал А потом штука заключается такая Что вот у меня стоит за мной Лакмусова моя бумажка Которая очень хорошо разбирается в поэзии Благо позволяет ему на это его образование Не буду говорить какое Чтобы не смущать его В высшей степени И любая песня Любая строчка Она проходила через его ценз Если он говорил, что мне нравится Все, песня шла в работу Ну, песня, которая сейчас прозвучит Сразу была принята Да, кстати, да? По-моему Крепко попали Да! Будем считать, что да Итак, друзья, крепко попали Антон Лаврентьев в концертном зале Телерадиоканала Страна.ФМ Кто же тебя придумал Кто же меня так подставил Сразу соленым в небо Я просчитался в самом начале Ты же кофе и сигареты Гордость предубеждений Ловкость плести ответы Преемственность поколений Но голос предатель первый Люди из стены пропали Нас безнадежно спалили Мы крепко попали Мы целовались в подъездах К вами искали встречи Будто себя уговаривая Что время доктор и время лечит И так не должно продолжаться А каждый другого хуже Карьера тебе важнее Ведь ты не знаешь, как быть с твоим мужем Но голос предатель первый Люди из стены пропали Нас безнадежно спали Мы крепко попали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты хочешь таких рассветов? Ты жаждешь таких улыбок Как золотых рыбок в пустом конверте Как и любви в полете от смерти до смерти Нас множат дорожные луны и солнца Нас убивают цветы никотина Короткая ночь покажется длинным Когда дыхание наше собьется На голос предатель первый Люди из стены пропали Нас безнадежно спали Мы крепко попали Мы крепко попали Браво! Ну а сейчас, дорогие друзья, узнаем Где и когда и куда можно попасть На очередной концерт Антона Лаврентьева У нас сейчас будет опыт Для нас очень новый Опыт, опыт Не все знают об этом Будет-будет 12 мая Это будет ночной пьяный электрический концерт В нашем дружественном месте Который называется Imagine Cafe Находится он на перекрестке Покровского бульвара и улицы Покровка Да И мы будем играть там ночью То есть все обычные концерты у нас вечерние А здесь мы будем на сцену в час ночи И честно, я не знаю, что это такое будет Но это будет огнемет Подождите То есть в этом эксперимент Не в том, что надо будет Так мы все будут Все будут готовы День победы, порохом пропах Третий день будем отмечать Не знаю, что будет Просто штука будет в том, что мы будем играть там И песни Юрия Владимировича Так, а Юрий Владимирович пишет У Юрия Владимировича выходит альбом Вот это да У Юрия Владимировича выходит англоязычный альбом Его коллектива, который называется Backstage Он выходит скоро Я надеюсь Зарделся Юрий Владимирович Нет, нет, нет Я уже слышал один трек с альбома Флагман Первый На острие ножа Который Обещает быть прям В традиции То есть смотрите Получается немножко Две программы можно 12 мая И даже не две Там будет много Там будут петь все Там будет вокзал Да Там будет вокзал Информация в интернете есть, да? О том, как Она появится позже Пока можно сказать Ты и вы, дорогие друзья Первые, кто об этом узнает Также 27 мая В месте под названием Море внутри На открытии летней площадки Мы выступим уже форматом Собственно Тот тем, который присутствует здесь И споем наши песни Уже сказал В 20.00 Начало Если мне память не изменяет Билеты можно приобрести В кассах моря внутри И всю информацию Можно будет узнать у меня На ресурсах Они появятся Отлично Ну а сейчас мы продолжаем Музыкальную программу Концертного зала Следующая Эта песня будет необычная Так Эту песню мы написали Вместе с В итоге с моими слушателями А непосредственно С Татьяной Баловневой Тебе прислали что-то Музыку или стихи? Мы сделали эксперимент У нас была В режиме реального времени Благодаря помощи зрителей Зрителей и слушателей В инстаграме Я написал набросок Который люди утвердили После утверждения наброска Был написан первый куплет И припев А дальше я предложил Моим подписчикам Дописать эту песню Продюсерский центр Антона Лавритева Дорогие друзья Обращайтесь Свадьбы Весело Поехали Это любимая песня Юрия Владимировича Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Возьми мои мысли с собой Вопросы, ответы Хвосты от кометы Минуты с часами Моря с парусами Билеты обратно Возьми мою руку И крепко держи Как будто бы в сердце Пока оно бьется Мир не разобьется Взойдет солнце Взойдет солнце По дороге в никуда Нам с тобою по пути Остается лишь вперед Если некуда идти А обездвиженный мосту Безполезны провода Взойдет солнце Взойдет солнце Возьми мои мысли К себе привяжи И вот так в сердце Ножи Ага Оно бьется Я буду стараться К тебе до полсвета Возьми мои тексты К себе привяжи Как будто бы в сердце Пока оно бьется Мир не разорвется Взойдет солнце Взойдет солнце По дороге в никуда Нам с тобою по пути Остается лишь вперед Если некуда идти А обездвиженный мосты Безполезны провода Нам взойдет солнце Взойдет солнце По дороге в никуда Нам с тобою по пути Остается лишь вперед Если некуда идти Без нежадной мосты Без полезных провода Зайдет солнце Зайдет солнце Зайдет солнце Зайдет солнце Зайдет солнце По дороге в никуда Нам с тобою по пути Остается лишь вперед Если некуда идти Концертный зал Друзья, если вы хотите совершить Великолепный музыкальный воеждж Качайте новый альбом Антона Лаврентьева Мои путешествия Кстати, диски-то будут у тебя? Печатаешь диски? Они уже есть? Нет, они будут Как ни странно Не думали, что будет такой спрос На физические носители А пишут тебе, да? Пишут, пишут Люди, хочут Хочут люди И люди получат Обязательно Хорошо Расскажи, пожалуйста Что у тебя с жизнью Кроме музыки? Есть ли она? Или ты просто весь Вот в этих репетициях В концертах? Кстати, мы удивительно Точнее, я удивительно Раздолбаю в плане репетиций Отдать Должен К примеру, Дмитрий Сегодня это играющий, можно сказать, тренер Замена Нашего товарища тоже Александра Батринкина Дима Без репетиций Просто сел И вот сейчас валит так, как будто Да Слушайте Как будто он родился с нами Спасибо, дорогой Это очень круто Фантастика У нас происходит все Основная репетиция происходит Когда мы собираемся Поужин У нас есть традиция Мы сейчас, к сожалению Ввиду занятости всей команды Крайне редко ее делаем Но я думаю, что Да Скоро мы раскупорим Эту амфору Счастья и Эпикурийство Обычно это происходит Мы собираемся у меня на кухне Или на кухне у кого-то из парней Но кухня у тебя метров сорок получилась Нет, она маленькая Но мы туда набиваемся Там очень компактно Готовим Плечом к плечу Ноздряк Что говорят соседи, когда приходит ударник Вот И так как я уже в начале нашего разговора сказал Что мы состоим в клубе Любителей итальянского вина Вальпуличеллы Репасо Вкусный Мы собираемся Приносим напитки Приносим вкусную еду И за разговорами Либо рождается песня Либо происходит Либо происходит Происходит волшебство Мужской клуб такой Музыкальный Ну да Хотя нет Почему? Нет, нет, нет Алексей Супругу частенько берет Аркадий Клавиши Кто что Вот То есть Кто Где я родился Тому пригодился Что касается Сейчас Дайте просмеяться Аркадию Что касается Репетиции Мы Так получается Что Как-то Не знаю Когда рождается песня Она вот Обычно Рождается Вместе с Юрой Или я приношу Какие-то уже заготовки Мы Уставляем Дану концерта Собираемся к ней И идет все Как по маслу Аранжировки Юрины Правильно? Нет Весь коллектив Весь коллектив Каждый принимает Своё участие И мне это очень приятно Потому что Это Тот редкий случай Когда Люди здесь делают музыку К моему счастью А не Что-либо другое Карьеру Деньги Или еще что-то Хотя я очень надеюсь Что со временем Да так оно и будет Слушайте Это все должно монетизироваться Музыка прекрасна Я вам этого желаю искренне Спасибо У тебя есть увлечение Если интернет не врет Ты собираешь Холодное оружие Да Расскажи об этом Как это появилось Что есть в твоей коллекции О чем бы ты хотел В моей коллекции есть Еще Саши Есть Китайские когти Сурикены Бухарские Сложно ли было провести Все Давай с этого Ну что-то получилось А что-то так и осталось В Японии Например У меня Асай Катана Именно клинок Асай Катана Который я купил В программе Он так и остался Под городом Коба У меня У моих друзей Он там находится И ждет Его нельзя вывезти Это на достоянии страны Можно контрабанды Но не хотел Не хочешь Да Ну как-то приятнее возвращаться Эх Поехал Посмотрю На месяц Ну Чем гордишься У тебя В коллекции Что есть такое Ну вот Им горжусь Им Им горжусь У меня есть Очень классный Чеченский кинжал Длинный Кизлярский по-моему Там они еще делаются Да Но этот Неизвестно Где он был сделан То есть Там есть кем-то у мастера Она немножко Подтерлась Ему 115 лет Сюрикены какие-нибудь Да Ну это Как бы Это новоделы Это не Это не Раритетные Никие вещи Есть Очень-очень классные Дамасские Из Дамасской стали Ножи Есть классные Как я уже сказал Бухарские кинжалы Я знаю мастера Я с ним познакомился Собственно Будучи в программе И он мне Один подарил Другой И собственно Я у него и взял Но ты их Можешь выкладывать Например фотографии В инстаграме Не Это я не очень Не делаю Это же для меня Опять-таки То есть Я с удовольствием У меня Есть друзья Которые Не то что коллекционируют Они этими Инструментами работают Но вот Буррито по-моему Да Как раз занимается А яйдо Как-то называется Яйдо Ты тоже По-моему У меня очень длинный Был перерыв Я занимался В 2000 Дай бог памяти В 4-5 годах Но у тебя же И тайский бокс Да Яйкидо И венчун Было все в моей жизни И еще будет продолжаться Сейчас пока Вот форму наберу И дальше буду Заниматься С удовольствием Мы тебе желаем От страны FM От всех зрителей Слушателей Продолжение И в музыке И в кино И чтобы Пластинка продавалась Прекрасно И когда Следующая будет Так вот Если Мы работаем над ней Я не хочу Расскрывать пока Секретов Но ближе к осени Будут сюрпризы Много стран ты объехал Летом куда рванешь На отдых Летом Я очень хочу В Арселону В Арселону И очень хочу в Италию Да что там Мы все хотим Мы все хотим Друзья Послушать еще одну песню В исполнении коллектива Антона Лаврентьева Спасибо вам огромное За этот Прекрасный Вечер Спасибо за то Что мы так Круто Светло И тепло Поделили своей музыкой И конечно Что ты И вы дорогие зрители И слушатели Так принимаете нас Мы не слышим Ваших аплодисментов Но надеемся Что вам хорошо Алексей Да спасибо Это мой персональный Алексей Мой романтик Режет Режет ударами Волн Этот стон Этот стон Или шепот Руки теряются В панике Глубые Прикус Режет ударами Глазами Глазами Глаза Ловить Пустоту Сверху Снизу Вода Дает На солнечный Свет Тебя И меня Нет Ушли Вместе По Проводам Горный Язерный Ток Ты слышишь Мои слова Моя романтика Нас Поймала Москва Сверху Снизу Вода Давит На солнечный Свет Мне Две Тысячи С лишним Тебе Всего Двадцать Пять Лет Горле Ядерный Ход Ты Слышишь Мои слова Моя романтика Моя романтика Когда-то Мы Стали Стар И Променяемся Стар Будем Глаза В глаза Смотреть Пусто Это Столько Жената Тебя Меня Мерить С преградами Но Только Не Так И Нас Уже Нет Слышишь Моя Только Держи Меня За руку Мы Взяли Карту Нет Я Никуда Не Уйду Но Я Никогда Не Умру Этот Стон Или Шепот Руки Теряются Панике Губы Прикус Неправильный Глазами В глазах Ловить Пустоту Сверху Снизу Вода Давит На солнечный Свет Тебя И Меня Нет Ушли Вместе По Проводам Горный Ядерный Ток Ты Слышишь Мои Слова Моя Романтика Нас Поймала Москва Сверху Снизу Вода Давит На солнечный Свет Мне Две Тысячи С лишним Тебе Всего Двадцать Пять Лет Горный Ядерный Ток Ты Слышишь Мои Слова Моя Романтика Слышишь Моя Романтика Слышишь Моя Романтика Слышишь Моя Романтика Слышишь Моя Романтика Романтика Нас Поймала Москва Сверху Снизу Вода Давит На солнечный Свет Тебя И Моя Романтика Слышишь Моя Романтика Моя Романтика Сверху Снизу Вода Давит На солнечный Свет Мне Две Тысячи Слышим Тебе Всего Двадцать Пят Горный Ядерный Ток Ты Слышишь Мои Слышишь Моя Друзья Не сомневаюсь Что вы уловили ту позитивную романтичную атмосферу Которой пропитаны его песни Антон Лаврентьев